Добрый вечер, в прямом эфире студия Репортер, меня зовут Константин Гречаны. Сегодня мы будем говорить о том, нужно ли в Украине в обозримом будущем, в ближайшее время проводить референдум о вступлении в НАТО и Европейский Союз. В первую очередь мы поговорим, конечно же, о НАТО. В связи с чем появилась такая тема? 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил буквально следующее. Мы твердо держим курс на евроатлантическую интеграцию и даже не сомневайтесь, что в очень скором обозримом будущем в Украине пройдут референдумы и о вступлении в НАТО, и о членстве в Европейском Союзе. Его парировал экс-посол США в Украине Стивен Файфер. Не уверен, что это имеет смысл, учитывая нехватку поддержки, идеи предоставления Украине плана по членству в этих организациях. Лучше бы углублять практическую кооперацию. И вот, собственно, в связи с этим мы, у вас, уважаемые телезрители, сегодня спрашиваем, нужен ли референдум по вступлению в НАТО, вот в ближайшее время имеется в виду. Если считаете, что нужен, звоните по номеру 784-8081. Если считаете, что не нужен, по номеру 784-8082. Телефон прямого эфира 34-92-58. 34-92-58. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям в студии, а к нам сегодня пришли Константин Василец, заместитель главы областной организации Всеукраинского объединения «Свобода». Доброго вечера. Доброго вечера. Игорь Назаренко, журналист, политолог. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. И также по ходу эфира к нам присоединится Михаил Кацин, политолог-международник. Вот, ожидаем с минуты на минуту. Вот в связи с последними заявлениями, ну и не только в Украине, скажем так, сформировалось в нашем гражданском обществе вот три категории людей, да? Те, кто хочет проводить и говорит, что нужно проводить референдум уже вот сейчас, ну, собственно, то, о чем говорил Петр Порошенко, да, в ближайшее время, что большинство общества скажет «да» и подтвердит, но дело в том, что нету пока что вот перспектив каких-то, да, конкретных и о вступлении в НАТО, и о вступлении в Евросоюз. Другая вот часть общества говорит, что давайте проведем референдум, когда будут вот эти очерчены хотя бы рубежи, да, вступления. И третья группа говорит, что мы категорически против НАТО, мы категорически против Евросоюза, да, но вот давайте проведем референдум, чтобы мы вот сейчас движемся по пути евроинтеграции, а давайте вот определим этот путь, для этого проведем референдум. Вот, Игорь, как вы считаете, нужен нам сейчас уже референдум или нет? И какой позиции придерживаетесь лично вы? Ну, в принципе, по большому счету, если мы говорим о гражданском обществе, как некому идеалу, к которому мы стремимся, а мы, наверное, к нему стремимся, и потому что за ним будущее, вот, то ничего плохого в референдуме нету. И чем чаще общество высказывается по тем или иным вопросам, тем это лучше, прежде всего, для государственного аппарата, который ориентируется на мнение общества. Мы знаем развитые демократии, например, ту же Швейцарию. Там по любому поводу проводятся референдумы, и это не является каким-то особым политическим событием. То есть, на самом деле, это норма общества, и вообще в идеале политические философы говорят о том, что хорошо бы, чтобы плебисцит, чтобы референдум был как бы постоянно, то есть, чтобы вот как можно чаще органы государственной власти могли бы мониторить настроение населения. Ну вот, это исходя из того, что нужно ли проводить референдумы. То есть, ничего плохого в этом нет, и ничего делать из этого некое событие. Тут же проблема в чем заключается? Нам подается это как некий политический месседж. И, в общем-то, если раньше пиарились на теме, там, нужно нам НАТО, не нужно нам НАТО, то сейчас говорят, что как бы мы это вообще вопрос не обсуждаем, мы обсуждаем вопрос референдума. То есть, ну, я считаю, что это продают выеденное яйцо. Можно об этом поговорить подробнее, хотелось бы, чтобы не только я говорил. Безумовно, речь на данном этапе, если говорить о локальном, конкретно о ситуации, а не говорить о том, что вообще за практикой референдумов, то ниней эта ситуация и перспектива в ближнем будущем проведении такого референдума, вона позбавлена практичного сенсу. Почему? Потому что, например, я переконный в том, и наша политическая сила, что такие референдумы мають проводиться не только тогда, когда мы маем намер вступить, например, в Европейский Союз или в Певно-Атлантический Альянс, и поэтому нам нужно провести референдум, чтобы чувствовать настроение населения и так далее. Ни, наоборот, мы маем проводить комплексную гуманитарную политику, держава, тие люди, которые сейчас являются правильной элитой, мают чётко доносить свою позицию, но в тот же самый час мы маем чётко знать позицию другого стороны, так, то есть наднационального утворения, в которое мы прагнем вступить, в том, что, в НАТО, и, в том числе, и НАТО має вставить нам чёткие умовы, в том числе, нашего вступа, перспективы нашего вступа, и потом уже украинцы, так, народ, нация должны реагировать именно на эти умовы, на которых нас мают намер или не мают намер принять в ту или иную структуру наднациональную. Но, в принципе, если мы говорим концептуально, так, в принципе, за такие вещи, то нужно понимать, что действительно на часе, в принципе, вот те вещи, которые, в частности, сказал посол США. Почему? Потому что он конкретно дал понять, что не нужно сотрясать воздух, не нужно заниматься пустословием. Вы проводите конкретные реформи військово-промислового комплекса, конкретные реформи Збройных сил Украины и других милитаризованных утворений в Украине, а уже потом будем говорить про конкретные референдумы, план дий по вступу и так далее. А то, что сейчас делает украинская влада, и, в частности, президент, это, на самом деле, абсолютно бутафория, профанация и пиар по улыбному рахунку. Игорь, вы с этим согласны? Вот смотрите, вы говорите, власть должна как-то ориентироваться на общественное мнение, но есть и в социологии есть более простые формы замеров, где не нужно настолько точно знать результаты. Тем более, что референдум, он по большому счету, тоже рекомендательный характер носит, мы все знаем. Тут не имело бы смысла говорить о точности, потому что можно провести довольно точное исследование и можно провести липовый референдум, где глупо сформулировать вопросы, на которые будут глупые ответы. То есть, на самом деле, как бы профанировать можно и то, и другое. Просто, например, почему в Швейцарии так любят референдумы? Потому что, ну, социология, вы же понимаете, сегодня это, так сказать, производится частными компаниями, частными организациями. Кто платит, тот и заказывает музыку. Понятно. А когда происходит... Извините, но вот власть платит, им нужны объективные результаты. Да, то есть, она будет ориентироваться, она просто закажет объективную социологию. Я как политтехнолог могу со всей ответственностью сказать, что социология является очень мощным инструментом давления на общественное мнение, если она подается через средства массовой информации, как форма вылезья явления. Я не об этом говорил, что вот вы говорите ориентироваться на общественное мнение. Не как технологические инструменты, а как внутренняя социология. Я вот с Константином полностью согласен, потому что на самом деле речь идет о пиар-акции. Потому что, ну, смотрите, давайте рассмотрим ситуацию вот с точки зрения технологии. Значит, вот представим себе такую ужасную ситуацию, что я технолог на Думской. Ну, не Думской, я говорю, технолог на Банковой. Вот, и вот что надо продать народу? Вот мы знаем, что могут произойти выборы, нам надо поддерживать рейтинг президента. Что мы можем реально продать народу такого, чтобы народу понравилось, и народ пошел за президентом? Мы помним, что в 15-м году была пиарщиками администрации президента написана программа «Украина-2020», где огромное количество разных направлений, которые, по идее, надо развивать. И я абсолютно недавно наткнулся на этот документ, уже забыл про него, как многие наши зрители, и увидел, что да, действительно, там много осмысленных вещей, которые надо уже делать сегодня. И вот я бы, допустим, схватился бы за него и сказал, вот, так вот же у нас уже написано, давайте. А у народа сразу возникнет вопрос, подождите, а чем вы два года занимались? То есть вы это приняли в 15-м году, сегодня 17-й год, вы его там достали из пыльной тумбочки, пыль стряхнули, и пытаетесь нам его продать дважды. Не пройдет, не пройдет. Что тогда делаем дальше? Тогда мы пытаемся продать то, что уже есть в действительности, то, что можно потрогать. Это Евросоюз и НАТО. Можно выехать за границу Украины, на запад, и увидеть вот тот самый Евросоюз с его дорогами, с его гражданскими институтами. Вот оно уже как бы есть. И вот мы тогда берем и вот этот не наш продукт, делаем нашим. То есть заворачиваем его в украинскую аборточку в виде референдума, плеблисцита, чтобы вот... Продаем то, чего мы не имеем. Совершенно не имеем. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Раньше, когда была перестройка, говорили, что Америка вдруг, а теперь говорят, что Америка, вот там, сепаратисты, что враги, почему нельзя договориться, почему нельзя просто найти общие точки соприкосновения, чтобы жить в мире и на одной планете без каких-то проблем. Вот так. Спасибо за ваш звонок, мы поняли. Но вопрос касался, почему нельзя в современном мире дружить со всеми, Костянтины. Потому что в свете тривая борьба за ресурсы, в свете борьба тривая, так бы не говорите, за выживание. Кожна нация, кожна держава прагне быть сильной и выжитой, и быть сильнейшей. Зокрема, если мы говорим, вот, человек говорил про перебудову, а потом и часы незалежности, и Украина, я так понимаю, тоже мает на увазе. Найбільшая, особенно, помилка, на моем поклонении, в те времена, было, когда Украина добровольно, по факту, сдала свою ядерную оружие. Вот, например, если у нас ядерная оружие была бы сейчас, мы бы уже давно были бы в НАТО. Мы бы, возможно, давно бы уже были бы в Европейском Союзе и не имели вообще никаких проблем. И больше того, я скажу, что, если говорить, ответить на вопросы крезь призму, а в контексте нынешней тематики нашей разговоры, то я переконан в том, что будь-якую участь нашої держави, будь-яких наднаціональних отворений, чи це буде НАТО, чи це буде Европейский Союз, мы должны разделять через призму своих национальных интересов. Так, вот, например, у меня и моей политической силы выникает вопрос, чем я, например, так фанатично бачу перспективу Европейского Союза, так, нашу участие в Европейском Союзе и думать, что это нам принесет только социальные блага, только социальные доброты и социальные лише хорошие речи. Насправді, все довольно так. В Европейском Союзе є багато проблем. И, поверьте мне, нас в Европейском Союзе бачить далеко не на перших ролях. Нас бачить, ну, скорейше за все, как сыровинный придаток. И тому, держава, перед тем, как заявляти про свои намеры, вона повинна навязывать свои умовы так же. Особливо, враховываясь, что Украина есть наибольшая государь в Европе с незвученными ресурсами, с величезной кількостью корисных копалин и индустриальными объектами и так далее. То мы можем впливать навіть на экономику Европейского Союза. И, что мы говорим про краяны НАТО, то тут все просто. Это військово-політичный союз, в яком зараз играют проведенные роли саме США, Великобританія и Польша. Країны, где сейчас пануют и есть правильные партии, саме консерваторы. И, саме консервативными партиями, я переконен в том, что здоровое украинское суспільство, и мы должны на них брать вектор, на них ориентироваться и с ними шукать спильные точки дотику и спильные знаменники. И с ними шукать передусім Союз. Потому что, как мы сейчас видим, то что правильные страны Европейского Союза, на обміну от правильных стран НАТО, это Немеччина и Франция, они передусім мают так или иначе прямо или посредин составляем Российской Федерации. Мы знаем давние исторические и бизнес-звязки немецкой элитой с российской элитой. Мы помнимаем председанта Шрёдера, который сейчас находится в Наглядовой Раде Газпрома. То есть, наши национальные интересы, наши безопасные интересы, мы должны ставить в углу и именно на них ориентироваться. И именно выходя из них и ориентироваться на то, и решить, куди нам идти и как нам делать. Безумовно, Костянтина, но вы говорите, что вы против того, чтобы сейчас проводить референдум. Так, возможно, варто сейчас провести референдум? Чи нужно нам так фанетично идти до Европейского Союза и визначитися, чи варто оно, чи не варто? Нет. Это же не может влада сама решить? Мы находимся сейчас на меже Схидного и Захидного святей, по великому рахунку. Зе Сходу у нас є одвичный ворог Російської Федерації, яка, в принципе, и подтвердила все три роки тому, анексировавши нашу территорию и реализовавши війну на инший. Відтак, мы повинні прагнути до европейских стандартов життя, до европейских тех самых доріг, до европейского уровня зарплат, пенсии, социального забезпечения и так далее. Мы повинні прагнути до цього. Мы повинні с ними контактувати, мы повинні с ними комунікувати и, возможно, и прагнути вступить, но только на тих условиях, которые вигідны нашу державе, нашему народу со всеми. Мы помним пример президента Леонида Кучма, когда у нас был довольно большой рост экономики, при этом, конечно, были проблемой в отношениях со всеми, но более-менее удавалось балансировать. Почему в современном мире это нельзя? Или возможно? Как вы считаете? Ну, я повторюсь о том, что речь идет о конкуренции, и довольно жесткой конкуренции. Мы сегодня живем в глобальном мировом кризисе. Глобальный мировой кризис вызван тем, что перестала работать экономика капитализма в тех моделях, в которых она еще работала условно в 60-е годы. В 70-е начались проблемы, в 80-е они решили вопрос за счет распада Советского Союза, разграбления его. Ну, как бы разграбили, проели, опять же, те же самые проблемы институциональные вылезли. На самом деле мы стоим на новом этапе перехода на новую энергетическую эпоху. На самом деле нам надо перейти на новую энергетику и в общем-то кризис преодолеется. Пока мы не перешли на новую энергетику, а пытаемся решать энергетические вопросы за счет угля или каких-то дров, то есть на самом деле это просто смешно. Значит, я почему об этом всем рассказываю, что на самом деле как бы очень нехорошо даже там, где с точки зрения нас хорошо. Скажем, те же Соединенные Штаты, отвечая на вопрос товарища, который звонил, это государство англосаксонское с англосаксонским островным типом поведения. Это государство пират. Если грубо говорить, представьте себе, вы встретились с средневековым пиратом. Вы пытаетесь с ним о чем-то договориться, подружиться. А он разворачивается и засаживает вам свой палаш в спину. У пирата такой метод общения с окружающим. Поэтому ни Британия, ни Соединенные Штаты ни с кем не решают вопросы, иначе как через силу. При этом они довольно лицемерно могут это держать лицо. Но при этом надо сказать это островитяне они вот у них такой вот а мы континенталы. На самом деле почему Франция и Франция и Германия придерживаются другой позиции. Потому что они как и мы континенталы. И нам надо было бы как-то находить там какую-то точку зрения. Китай континенталы. Понимаете? Та же Россия наш отличный ворог континенталы. Надо строить отношения с теми кто нам близок. Вот. А тот кто нам извините вот в спину засунет нож вот и неоднократно это делал. Если мы посмотрим историю. Ну так что вы от них хотите? Вот. Взагалі не похожа с этой логикой. Я дозволю. Почитайте книги потому что тут звичайно логика речей. Спину може ставить ніж нам тільки той хто стоїть біля нас. Британія не стоїть біля нас. США далеко не стоїть біля нас. Я говорю про то що треба орієнтуватися на сильных. На держави сильных. А не намагатися бути сировинным придатком до цього ж самого російської федерації. Я закінчую дозволю додати Кучма не балансував він не намагався догодити усім. До речі на межі тисячоліть Кучма поставив чітко свою орієнтацію України на європейський світ. Ми пам'ятаємо фундаментальну працю Україна не Росія. Після якої Україна почала відходити від російської федерації і згодом російська федерація почала ставляти палки в колеса. До речі дуже красномовна ситуація. Коли касетний скандал який був завеніційований ФСБ, коли Україна без кучми, острів Тузла і так далі. Ось про що ми говоримо. А потісні економічні зв'язки зберігалися. Звичайно річ. Нам присоединився, як я анонсував, Михаїл Кацин. Добрий вечір. Ми почали з референдума, з заявлений Петра Порошенка і Стивена Пфайфера. Ваше мнение по референдуму і вообще, як потрібно в современному мрі вистраювати відношення з Североатлантичним альянсом, з Западним миром, з другими государствами. Звонив телезритель, вопрос, буквально перед тим, як ви пришли, я спрашиваю, почему нельзя дружити со всіми? Собственно, вам этот же вопрос. Спасибо большое за приглашение в эфир. Но первое, я хочу сказать, что я, конечно, выступаю убежденным сторонником интеграции в НАТО и в Европейский Союз. Понятно, что в соответствии со статьей 10 статута Североатлантического альянса все государства должны поддержать заявку третьей страны во вступление в Североатлантический альянс. Понятно, что в ближайшее время Украина не вступит в НАТО, но очень важно задекларировать цель. Очень важно сфокусироваться на достижении определенной цели. Я считаю, что, конечно же, проведение референдума является очень важным сигналом. Почему? Потому что фактически... То есть уже сейчас проведение в ближайшее время? Да, потому что референдум и результаты референдума фактически закрепят ту логику и ту политику, которую проводит нынешняя политическая властная команда последние три года именно интеграцию в Европейский Союз и в НАТО. Очень важно получить вот эту поддержку населения на референдуме. Потому что понятно, что могут быть совершенно разные спекуляции различных политических лагерей в отношении этих вопросов. Но когда мы получим четкие результаты на референдуме, я уверен, что при нынешней ситуации в большинстве своем граждане Украины проголосуют и за вступление в НАТО, и за вступление в Европейский Союз. это станет хорошей платформой и хорошей подпоркой для проведения более целенаправленной внешней политики. Кроме того, я хотел бы сказать, что это станет своего рода предохранителем для возможных политических изменений в Киеве. А именно, если четко будут результаты референдума, значит, уже властная политическая элита, кто бы ни пришел, например, к власти на парламентские выборы, на президентские выборы, они будут придерживаться того курса, который сейчас, собственно, проводит нынешний президент и его команда. Следующее, что я бы хотел отметить, безусловно, в нынешнем мире достаточно турбулентном Украина при ее геополитической позиции, геоэкономической позиции, ей сложно сохранять вот этот внеблоковый статус. Мы увидим, что фактически с 26 лет политика внеблоковости она себя дискредитировала, потому что она не уберегла Украину от внешних вызовов. Поэтому однозначно, что внеблоковый статус для Украины он невозможен. Украина должна интегрироваться в военно-политическое объединение. Северо-тократический альянс это такое военно-политическое объединение, которое объединяется вокруг ценностей. Так, ценности демократии, ценности прав человека. И быть в этом клубе это не является не только престижным, но это залог безопасности. Напомню, что прибалтийские государства, вступив в НАТО, фактически себя обезопасили от возможных агрессий со стороны Российской Федерации. И, к сожалению, вот эти вечные метания, мы помним, какие были метания у Украины даже во время правления такого продемократического президента, как Ющенко, они привели к тому, что Украина просто она осталась наедине с потенциальной агрессией, которая, собственно, и была реализована Российской Федерацией в 2014 году. Поэтому я являюсь убежденным сторонником и интеграции в НАТО, и интеграции в Европейский Союз. Хотя, конечно же, и статья 10 статута Северный Альянс и статья 49 договора о Европейском Союзе, именно что касается интеграции третьих стран в Европейский Союз, они не предполагают ближайшую интеграцию Украины в эти объединения, но очень важно поставить цель перед собой любому государству, как и любому человеку. Но зачем вот президент страны делает подобные заявления, что это не проекта референдума? То есть, ну, пока что референдум, зачем делать заявление референдуме, который вот даже в ближайшее время он не намечается? То есть, если подготовили референдум, то да. Потому что вот то, что сказал Пайфер, ну, по сути, на простой язык можно перевести. О чем вы говорите? Мы хотим увидеть действия углубления сотрудничества. Зачем вот эти заявления, Петра Порошенко? Смотрите, сам факт референдума, он не гарантирует вступление в Украину в оба этих объединения. Напомним, что никто не запрещает в Украине хоть сейчас подать заявку в ЕС или в заявку НАТО. Другое дело, что она не будет поддержана. Даже сам референдум, он не гарантирует, что мы туда будем стремиться. Это рекомендательное... Да, да, абсолютно. Это референдум носит рекомендательный характер. Теперь, почему это нужно делать сейчас? Есть и субъективная причина. Именно президент Порошенко, как известно, он делает в основном упорно именно во внешнеполитической сфере. Он является профессиональным, очень профессиональным дипломатом. И он, учитывая предстоящие президентские выборы, парламентские выборы, ему очень важно сфокусировать внимание избирателей на вот такой важной теме, как внешняя политика, именно интеграция Украины в вот эти внешнеполитические объединения. Опять же, это ему обеспечит и приток голосов, и сохранение статуса президента уже на нового срока. И поэтому его поведение, его политика, которую он декларирует, она представляется очень логичной. Кроме того, я хотел бы отметить, что здесь не только субъективная причина именно желания президента Порошенко выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Здесь еще и чисто объективные причины связаны с тем, что мы видим сейчас, что достаточно неспокойная ситуация на востоке Украины. Очевидно, что возможны любые провокации со стороны Российской Федерации, особенно в преддверии выборов Российской Федерации или после выборов, скорее всего, может быть, даже после выборов. Поэтому очень важно форсировать с определением внешнеполитического курса Украины. Игорь, как Вы считаете, референдум по европейской интеграции должен проводиться параллельно с референдумом по евроатлантической интеграции? Эти два понятия должны быть связаны у нас? По поводу объединения этих двух понятий была дискуссия еще в пыльном 2000-х, сейчас боюсь даже соврать, в каком-то году, но в начале 2000-х. У нас в кабинете министров объединили, значит, у нас было управление евроинтеграции евроатлантической, то есть в ЕС и в НАТО одно управление занималось. Так сказать, люди в погонах спрашивали, что НАТО это вообще военная организация, и как бы хорошо было бы, чтобы ей занимались военные, которые понимают, как танчики, ездят как кушистики, и это понятно, я же не спорю, но как бы военных там не было, и военные очень сильно удивлялись, как это вот, а они вообще что, понимают там что-то в этом плане. То есть, как бы, с одной стороны, два абсолютно разных вопроса, потому что ЕС подразумевает передачу части суверенитета над государственным структурам, НАТО, она более плоская в этом плане организация, там передача суверенитета не производится, там производится просто координация действий. Значит, то есть, это абсолютно две разные структуры с точки зрения даже политического построения. Кроме того, НАТО это военный блок, а ЕС это, так сказать, экономическое объединение с передачей части полномочий, еще раз повторюсь. То есть, как бы, вот пытались скрестить ежай носорога. Что говорило о том, кстати, уже тогда, уже тогда знающие люди поговаривали, что это чисто пиар-акция. То есть, пацаны там отрабатывают гранты, там, чего-то там взвитуют куда-то на запад, что вот мы и тут занимаемся. Вот мы же открыли. То есть, уже тогда было подозрение, что наши чиновники не сильно, так сказать, с этим стреляли. Ну, как раз же это было после первого Майдана. То есть, они же тогда четко определились, вот у нас вектор, вот мы там идем от России. Вот. Ну, просто идти от России, а куда? Ну, вот решили туда. То есть, уже тогда было подозрение, что это не совсем, так сказать, чистосердечно. А вот. Ну, а сейчас это вот, как бы... Ну, в общем, нужно разделять эти понятия, я вас понял. Костянтина, ваша думка? Ну, снова-таки, я повторюсь, что будь-яка участь Украины в наднациональных отворениях мая така перспектива разглядаться через призму национальных интересов и никак не так же. Знову ж таки, я объективно кажучи, не бачу взагалі нічого поганого в Північно-Атлантичному Альянсі, в НАТО. Потому что это Військово-Політичный Союз, очень четко за декларованою метою. В принципе, если говорить простою мову, не стикаюшись до формализма, то можно говорить про то, что это прямый враг Российской Федерации и что нам, на самом деле в контексте наших национальных интересов, наших військовых интересов, это нам очень полезно и это для нас принято. Повторяючи, знову ж таки за Европейский Союз, я, в частности, маю очень большой скептицизм. Потому что на мою особистое переконание, знову ж таки, никому не навязываю, Европейский Союз это была структура, он, знаете, такий собі своєридный политический кулгосп, в который в свой час загнали с непоганими дотациями на певные державы, на субвенции и так далее. И довгий час Европейский Союз жив довольно непоганно. Но, что мы бачим сейчас? Мы бачим, что деякие страны Европейского Союза упали очень серьезно кризом. Например, Греция. Мы бачим, что деякие страны Европейского Союза, как Великая Британия, они завершают шлях до выхода из Европейского Союза. Мы бачим, что сейчас по всей Европе, европейских странах все больше и больше популярности набирают евроскептики. Передусім. Мы бачим, что и до влади приходят евроскептики. Например, остатний пример Австрии. Там, где набрали в Урис, сейчас формуют в Австрии консерваторы и националисты. Дуже яскравые евроскептики. Одразу фонд Сороса выгоняют, одразу все европейские грантовые структури тоже выгоняют из этой страны. И это, поверьте мне, в недалеком будущем, это будет идти и дальше. Что мы видим сейчас в Польше? То, что так же право справедливости яскраво консервативная політичная сила. И когда Европейский Союз навязывает, что вы маете принять энную кількість мигрантів, Польша выгоняется на отрез. Хотя тот же представитель Польши Дональд Туск, яскравый либерал, он пытается критиковать своих же співвечисников и консерваторов. То есть Европейский Союз сейчас имеет довольно серьезную и политическую и экономическую кризу. И я вижу перспективу и возможности что есть условия на которые мы могли входить в Европейский Союз. Но не за рахунок нашей экономики и не за рахунок наших национальных Треба разрезняти. Михаил. Да, ну, дело в том, что я хотел бы сказать следующее, что Европейский Союз действительно долгое время считался чисто экономическим мнением. И даже на референдуме о вступлении Великобритании в Европейский Союз, в тогда еще европейско-экономическое сообщество, которое состоялось в 1973 году, было поставлено вопрос следующим образом. Хотите ли вы, чтобы Великобритания вступила в общий рынок? Поскольку общий рынок действительно являлся основой функционирования тогда еще европейско-экономического сообщества, ныне Европейского Союза. А что такое Европейский Союз на данном этапе? Это не только экономическая интеграция, но это также интеграция в пространство свободы, безопасности и юстиции, которая является краеугольным камнем в развитии интеграционного процесса в соответствии с Лиссабонским договором. Кроме этого, кроме интеграции в сфере безопасности и экономической интеграции, предполагается интеграция политической через проведение общей внешней политики. Мы знаем, что есть соответствующий инструмент и даже общий дипломатический корпус в Европейском Союзе. Кроме этого, хотел бы сказать следующее, что Европейский Союз сейчас стоит на пороге создания собственного формата военного сотрудничества. Мы знаем, что фактически речь идет о создании перманентной структуры, которая будет координировать действия вооруженных подразделений стран-членов Европейского Союза. Это было давно существует. Да, но я хочу напомнить, что в 52-м году была попытка подписать соглашение о европейском оборонном собственности. Она тогда провалилась, сейчас фактически государства возвращаются к этой идее. Поэтому все-таки Европейские Союза, несмотря на все кризисы, которые он проходит, и внутренние турбулентности, выход Великобритании, действительно, и прихода радикальных сил в евроскептиков в европейские страны, тем не менее, Европейский Союз является жизнеспособным. Я убежден, что плюсов от интеграции в Украине и Европейский Союз намного больше, чем минусов. И, прежде всего, конечно же, это возможность для Украины привлечь инвестиции. Можно ли разделять понятие евроатлантической и европейской интеграции? Дело в том, что я бы сказал так, Украина не может отказаться от евроатлантической интеграции. Почему? Потому что для Европейского Союза очень важно обеспечить безопасность на своих границах. Для Украины единственным шансом обеспечить свою безопасность является вступление в североатлантические альянсы. И, собственно, тогда это открывает перспективы. Я хотел бы закончить по поводу инвестиций. Дело в том, что приток инвестиций, а не просто кредитов МВФ, а приток инвестиций что он еще обеспечит? Это же приток новых технологий, это приток новых управленческих решений, это приток новых менеджментских техник. То есть, фактически речь идет о резком развитии экономики, резком развитии среднего, малого и крупного бизнеса, их веструктуризации и оптимизации производства. Поэтому я считаю, что в целом оба эти процесса они как раз будут направлены на собственно на развитие страны и привлечение инвестиций. Знаете, сегодня в новостях прочел, что Одесса получила наконец усилиями городской администрации рейтинг фичи. Для чего? С тем, чтобы не только уменьшить кредитную ставку на кредиты ЕБРР, а также фактически получить возможность привлечения дополнительных инвестиций. Почему? Потому что рейтинг фичи дает определенный как в английском говорят credibility, то есть признание. И вот то же самое касается европейской интеграции и велосипедистической интеграции. Интегрируя эти оба блока, мы фактически получаем дополнительное признание, мы становимся понимаемыми, признаваемыми западными инвесторами, к нам приходит западный инвестор, бизнес, это дает резкий рост рабочих мест у нас в стране. То есть эти понятия связаны. Скажите мне результаты нашего интерактива. Я напомню, мы спрашивали, нужен ли референдум по вступлению в НАТО имелось ввиду в ближайшее время. 40% на 60% у нас, ну вот мнения разделились в принципе. Будем надеяться, что руководство нашей страны выберет самый правильный вариант, как собственно и в студии сегодня мнения разделились. Я вас благодарю за интересный эфир, спасибо, что пришли. Я напомню, что у нас в гостях были Михаил Кацин, политолог-международник, Игорь Назаренко, журналист-политолог, Константин Василец, заместитель главы областной организации ВОО «Свобода». Мы работали в прямом эфире, студию провел Константин Гречан и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова